Ребят, привет! Сегодня я бы хотел с вами тему одну обсудить. Срочная новость от нашей подписчицы прошла. Ну давайте ее прослушаем. Она касается Дальнего Востока, Владивостока и того, что возможно там планируется то ли замещение населения, то ли чего. Но это страшно. Я тебе расскажу. У нас сейчас развернулась тут компания Китайстрой. Они в центре строят музей, школу и еще какой-то объект. И получается им нужна регистрация местная для работы. У них это рабочая виза. Вот. И получается в компании работают и русские, и китайцы. И китайцы как бы, как их приучили, приехали на свою историческую родину. И теперь, короче, говорят, да за бутылку водки, типа, пусть нам сделают регистрацию. Начальница этой компании, там, одного из отделов, она пошла в ФМС с печеньем к инспектору. Говорит, вот тебе печенье, сделай мне регистрацию, не уведомляя собственника и не спрашивая его разрешения. Мы там все, короче, просто охренели. Потому что регистрация иностранного гражданина, во-первых, мало кто на это решится. Во-вторых, это стоит денег, это где-то 15-20 тысяч в год с человека. А их, короче, тысяча китайцев. Их надо всех зарегистрировать. И они еще хотят снимать и арендовать квартиры в центре для своих, типа, короче, китайцев. У нас, ну, реально нет столько квартиры в центре, чтобы разместить там всех китайцев и еще там их регистрируют. Ну, это такой вообще бредячий бред, я вообще не знаю. Пока что я переезжать, я после Нового года посмотрела законы и поняла то, что я либо туда вообще никогда не поеду, либо пока этот строй, режим, как бы, ну, технически меня не устраивают эти законы, я не хочу, как бы, жить под колпаком. Пока что я здесь, ну, как бы, там будем смотреть. Ребят, давайте эту тему немножко подраскрутим. Я сейчас, давайте, свое мнение скажу, то есть, вы слышали все то, что обсуждают создание агломерации. Не помню их там точно сколько, но если вы карту развернете, вот эти экономические агломерации, они будут созданы, вот, Петербург, Москва и вот так Казань, Казань там, ну, немножечко Урал, как бы. То есть, насчет Сибири, насчет Дальнего Востока, там очень-очень много вопросов. Сейчас прошла новость, что около Владивостока уже выделили какой-то и нашли участок под строительство города Спутника. Он, по-моему, будет объединять Владивосток, Артем, еще какой-то город и вот этот Спутник. Интересно это решение, неинтересно это не мне судить, но вопрос, ребят, в том, что, вот, когда же эта девушка говорит, у нас, говорят, строят уже даже китайцы театр. То есть, театр, интересно, театр какой культуры? Русской, российской, китайской, азиатской, то есть, какой именно? Мне это непонятно. И в целом, конечно, ребята, главная проблема у нас сейчас в России, я считаю, это, ну, рождаемость. У нас астрономическая смертность. У нас, ребята, смертность, там просто страшные цифры. Можно отдельное видео сделать, но я вам скажу, что это там наравне сейчас с африканскими странами. Это просто ужас какой-то, причем мужского населения. Мрут не все подряд, а вот мужчины помирают просто со страшной силой. Я считаю, что если такая тенденция будет продолжаться 10-15 лет, то тут постепенно мы будем вымирать, а на наши земли будут приходить другие. Тем более тенденция того, что они охотно приезжают, сеют, сажают, там, обрабатывают эти земли, делают все, что хочешь, а скоро это пойдут и производства, в том числе, какую-нибудь металлургию тут поставят, где-нибудь Сибирь, там, на Дальнем Востоке, и все. И приедет там 15-20 тысяч, извините, рабочих, да, пить они что будут. А есть Байкал, нормально, то есть на Байкал они давно, то есть разевают рот, потому что вы же понимаете, мы на данный момент со всем миром поругались, а как бы, ну, Китай, они же хитрые на самом деле, я работал с ними на самом деле. Я, ребята, вам скажу, это очень и очень такой народ своеобразный, можно даже сказать паскудный, короче, народ, паскудный. Это чуждая нам культура. Я до конца считаю, что мы европейцы прежде всего, мы всю жизнь, веками дружили с Европой, да, были проблемы, да, были то, но мы это Европа. И все, кто вот это говорят, что сейчас давайте себе новых друзей найдем, а что мы их раньше-то не нашли? Что мы раньше вообще практически там, это чуждая нам культура? Ну, вы представляете, мы и китайцы. Я с китайцами, помню, работал, я на рынке торговал, у меня точка была. Это ужас просто, это ужас. Это настолько сложный менталитет, это настолько такая, знаете, чуждая субкультура, там вообще кошмар. Ну, вам будет приятно, вот, например, вот торговая точка, заходишь, они все сидят на полу, в прямом смысле, голыми руками облизывают вилки, которые лежат на полу, там только что подошвы покупатели ходили. Они это все жрут, но это же кошмар. Это вот это Китай, это не то, что там вам показывают поезда там на, там, не знаю, электромагнитной подушке какой-нибудь. То есть я ни на кого не настраиваю против, но я не хочу, чтобы мой сын, в конце концов, которого я люблю, да, родил, или внуки жили вот посреди китайцев. Я не хочу этого. И то есть я, в конце концов, его рожал в России. Я хочу на какие-то гарантии, то есть надеяться, в конце концов. Я плачу налоги, так же, как и еще 145 миллионов других людей. Мне это не надо, мне это неинтересно. Если этот вопрос будет реально раскручиваться, я буду замечать тенденцию такую, то я соберу вещи, я уеду куда-нибудь вообще, вон там, я не знаю, в Польшу, в Прибалтику, мне пофиг куда, туда, где Европа и все. Потому что я допускаю, что такие земельные, блин, ресурсы, которые сейчас здесь есть, такие недры, да, почему нет, они это легко просто вот так. Я вам больше скажу. Уже наша страна, человечество, мы уже давно достигли того уровня, что мы можем просто, то есть, ничего не делая, сидеть дома и нам вот так будут платить деньги. Понимаете? Потому что экономика уже давно дошла до такого. Но этого не делают, а в России это никогда не сделают, да. Вот посмотрите, сколько Норвегия накопила за вот эти пандемиенные годы на нефти. Они, по-моему, 130 миллиардов долларов накопили за два года. А у нас сколько? Да у нас в фонде национального богостояния, не знаю, есть 130 миллиардов долларов, всего-то нет, никто не знает. А этот фонд в Норвегии, он еще внуком будет твоим деньги выплачивать, ну, если ты норвежец, вы представляете? Ну, представляете, насколько мы отстали в этом плане? Это же проблема настоящая, ребята. Вот что наши дети здесь будут делать? Я даже не знаю, с таким пенсионным возрастом, у меня волосы дыбом. То есть я понимаю, если я сейчас буду медлить, если я не буду ничего предпринимать, то есть если я не буду пытаться как-то какой-то капитал сколотить, бизнес какой-то сделал, то все, хана. Просто вот так кирдык и все. Надежды нет ни на что абсолютно. И у тебя, на самом деле, то же самое. Померещилось, как будто призрак. Господи-то, боже мой. Закрой двери нахер. Да как будто, знаете, так идут, идут. И как будто в ростах фусты голову спрятали. И сейчас, знаете, как в страшных фильмах, так по стеклу, и там у холмов есть глаза. Ну, ладно, это я размечтался. Ладно, ребят, короче, я думаю, что мой посыл понятен. Я на самом деле люблю страну. Конечно, никуда я пока уезжать не буду. Я верю, что тут все наладится. За Дальний Восток переживаю. Тем более на Камчатке жил много лет в детстве. Очень замечательная природа. Здорово. Ну, она... Вы посмотрите на Камчатку и посмотрите, например, на Аляску. Да это же небо и земля. Американцы там ни одному дереву не дали упасть. Все облагородили. У меня жена работала на Аляске. Она говорит, Дима, это красотища. Как этим местам и людям повезло, что и когда-то подарили эту Аляску. Они, наверное, до сих пор там, я не знаю, их предки, которые тогда там подписали этот договор, они, наверное, молятся, крестятся и говорят, спасибо Боже за то, что люди живут в таком замечательном месте. А сейчас бы там была бы разруха, хибарки бы вот эти вот. Ну, что вам рассказывать? Откройте просто там, посмотрите, какие хибарки. Там просто страшно, просто страшно. Я, конечно, не знаю, но я до сих пор, знаете, не понимаю, почему это все нельзя развернуть, почему нельзя сделать нормальные дома для людей, какое-то производство придумать. Я вот не знаю, ну, живем, блин, столько земли, ну, поставь ты пару производств и все. Ну, народ, если пойдет работать, вы же понимаете, он станет средним классом. А средний класс, он делает что? Естественно, образование уровень повышает, тянется к знаниям, да, начинает рассуждать, смотреть, куда он налоги платит, на что они идут. То есть, вы понимаете, такие люди умные, они, в общем-то, нигде никогда никому не нужны. Тому пример Франция также. Вы посмотрите, что там происходит. Там один закон приняли, который мне нравится. Все, 300 тысяч на улицах. У нас такое будет.